Финал. Все, подошел финал. Мы с вами поучились танцевать. Это последнее видео в этом сезоне танцевальных уроков. Давайте резюмировать. Я с вами учился танцевать. В этом зале я смотрел, как лучше ставить камеру. Пересмотрел каждое свое видео, чтобы понять, как лучше снимать для вас. Где-то у меня не попадали ноги, где-то не было полностью видно. Я буду над этим работать. Но и вы должны начать работать над собой. Как много вы танцевали за эти несколько уроков? Примерно 15 их получилось. Надеюсь, вы танцевали. По моим результатам, видео набрали чуть больше, чем я ожидал. Но чуть меньше, чем нужно. Потому что в среднем они набирали одну-две тысячи просмотров. Это очень круто. Потому что с моей личной точки зрения, я дал вам базовые для самых новичков уроки танцев именно так, как я считаю их нужно давать. Многие из вас, я уверен, смотрели эти ролики и просто смотрели. Никто даже не встал или не начал что-то делать. Другие же танцевали, пробовали. Очень много было хороших отзывов. Люди меня благодарили. Меня это радует. И значит, нас ждет второй сезон. Ура! Давайте похлопаем мне и вам за то, что вы действовали. Это вы аплодируете себе. Если же вы за все это время так ни разу и не встали, и не станцевали, я предлагаю вам все-таки это сделать. К счастью, YouTube позволяет вновь и вновь включать видеоролики и повторять, и повторять. Все, что мы будем проходить во втором сезоне, изначально будет базироваться на предыдущих уроках. И чтобы вы понимали, что такое перешаг, сайд, степ, какие-то движения рук, квадрат. Вы должны, вы обязаны посмотреть их. Запомните эту мудрость. Все виды танцев это простой перешаг, перестук, А-Б-шаг. И вы должны его освоить. И тогда вы начнете танцевать. Все на нем, на перемещении и равновесии. Вот сейчас я записываю это видео, и я снял для вас два еще танцевальных видео, где я танцевал по треке. Видите, я вспотел, я хочу, чтобы вы тоже у себя дома, втаянии от всех, тихонечко занимались. И у вас, если кто-то вас даже заметит, есть оправдание, вы проходите курс, я с вас требую. Что было интересного? Одна девушка начала присылать мне уроки мои, где она их выполняет, и спрашивать обратную связь. И меня это удивило, потому что были не то чтобы ошибки, но некоторые серьезные корректировки, я их объявлял, и девушка их исправляла, и присылала мне видео, где она делала все намного лучше. То есть я видел прямо прогресс. Почему вы так не делаете? Мой контакт в ВК есть в описании к этому видео. Пришлите мне ваши танцы под любой урок. Разумеется, я там бесплатно, бесплатно вам дам обратную связь. Чисто техническую, не то, что там хорошо-плохо, а здесь не туда ставите ногу, здесь пропадаете, по ритму где-то что-то пропускаете, присылайте мне видео. Давайте соберем банду. Мне ответить это несколько секунд. У меня просто большая насмотренность танцами. А вам будет рост. Потому что танцы это всегда индивидуальный подход и обратная связь. И я, я, я могу дать ее вам. Напоминаю, что вы можете танцевать как хотите, но лучше, если вы при этом будете знать базу и из нее будете танцевать как хотите. Как я уже говорил, это как конструктор. Вы и из трех кубиков можете сделать шедевр, но лучше, чтобы кубиков у вас было 25. Что нас ждет во втором сезоне? Во втором сезоне нас ждут конкретные движения. Мне все-таки хочется, чтобы мой курс, который я вот снимаю, он стал чуть попопулярнее, потому что я вкладываю в него вот весь свой, все свои годы танцев, весь свой рост, всю свою душу. Поэтому во втором сезоне мы немножечко похайпуем, попаразитируем на популярном. Весь второй сезон будет посвящен конкретным танцевальным движениям. Я буду вам давать прямо четкие молодежные современные движения. В них, разумеется, будет основа из первого сезона. Но это будут конкретные движения. То есть уроки, можно сказать, даже не будут сильно связаны с собой. Один урок, одно движение. А вот в третьем сезоне, если мы до него доберемся, я хочу сделать то, что вы попросите. Поэтому вот в этом видео, вот в этом, пишите все свои пожелания, любые. Что вы хотите научиться? Старые танцы, новые. Вам надо медленнее или быстрее? Сложнее? Длиннее связки? Растанцовку? Какие-то теоретические вещи? Все, что вы скажете, будет в третьем сезоне. Во втором мы потанцуем самые вот эти молодежные движения. А в третьем сделаем курс, в котором будет больше хореографии, больше связок, маленькие дрилы. Может быть, уже какие-то начала того, как выходить в круг. Как первому танцевать на танцполе. Как участвовать в танцевальных баттлах. Как прокачать именно руки, грудную клетку, таз, ноги. Как это все развивать? Я не мастер. И профессионалом не являюсь. И из вас профессионала не делаю. Не сделаю. Но могу поделиться своим опытом. И в третьем сезоне будем расти вместе. Но второй сезон. Это то, что будет самым важным. Если он зайдет, то мы продолжим. Если нет, то, ну, видите, это все равно все снимать не быстро. То там посмотрим. Поэтому второй сезон. На него все надежды. Конкретные видео. Конкретные танцы. С обучением. И с вашими пожеланиями. А в этом видео, в финальном видео первого сезона, я повторюсь еще раз. Пишите все свои предложения, комментарии, пожелания. Именно вот в нем я все буду просматривать. И перед очередными съемками учитывать и прямо выполнять ваши заказы. Поэтому вот это видео, конец первого сезона. С вас обратная связь. Все, понимаете? Двигаемся дальше. Увидимся во втором сезоне. Говорят, весь мир завоевывает тикток. Вы про такое слышали? Я что-то слышал. Все, понимаем. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Редактор Баля.